Здравствуйте, уважаемые студенты. Яка Жахметова Ардак Муратовна, ассоциированный профессор кафедры экономика учета и аудит Казахского университета технологии и бизнеса. Лекцию я проведу для обучающихся по образовательной программе учета и аудит по дисциплине экономический анализ на тему анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. При изучении данной темы рассматриваются вопросы понятия ликвидности и платежеспособности, а также методики их оценки. Целью занятия является формирование у студентов специальных и профессиональных компетенций по финансовым категориям ликвидности и платежеспособности и методики проведения их анализа. Вы, как будущие бухгалтера, знаете, что бухгалтерия оперирует только абсолютными показателями на основе регистров бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Высококвалифицированный бухгалтер, взглянув на бухгалтерский баланс, который показывает финансовое положение на определенную дату, видит, насколько ликвидно и платежеспособно данное предприятие. Однако только по бухгалтерским цифрам трудно судить, в каком финансовом положении находится предприятие, достаточно ли у фирмы активов для погашения своих обязательств перед бюджетом, работниками, поставщиками. Например, в балансе отражена сумма краткосрочных обязательств 5 миллионов тенге. Много это или мало? Достаточно ли у фирмы активов, чтобы быстро их покрыть, и каковы перспективы дальнейшей платежеспособности? Чтобы ответить на эти вопросы, в экономической науке разработаны методики, позволяющие с помощью системы относительных показателей, которые вычисляются на базе данных бухгалтерской финансовой отчетности, быстро и безошибочно определить, насколько ликвидно и платежеспособно предприятие. Итак, одними из важнейших понятий, используемых при анализе финансового положения предприятия, являются платежеспособность и ликвидность, которые отражают реальное положение дел над предприятиями. На практике понятия платежеспособности и ликвидности, как правило, выступают в качестве синонимов. Однако они несут в себе разум смысловую нагрузку, и чтобы понять, в чем их различие, необходимо выявить их экономическую сущность. Платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои краткосрочные обязательства. Ликвидность предприятия – это способность предприятия к быстрому погашению краткосрочной задолженности за счет существующих на данный момент денежных средств. По существу, ликвидность предприятия означает ликвидность баланса. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами. Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы следующие основные приемы. Следующие основные приемы – это анализ ликвидности баланса и анализ коэффициентов платежеспособности и ликвидности. В первую очередь необходимо рассмотреть оценку ликвидности баланса. Анализ ликвидности баланса является важной задачей предприятия по состоянию активов и пассивов, а также способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам перед заемщиками. Чем выше ликвидность баланса, тем выше платежеспособность компании и меньше риск банкротства. Основная цель этого анализа заключается в определении степени покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. Для анализа ликвидности активы группируются на 4 группы по степени ликвидности, а пассивы группируются по степени срочности погашения обязательств. По степени ликвидности активов выделяют следующие группы. А1 – это наиболее ликвидные активы, к ним относятся денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. А2 – быстрореализуемые активы, к ним относятся краткосрочная дебиторская задолженность и прочие активы. А3 – медленно реализуемые активы, это запасы и долгосрочная дебиторская задолженность. А4 – трудно реализуемые активы, итог раздела 2 – долгосрочные активы. По степени срочности погашения пассивов выделяют также 4 группы. П1 – наиболее срочные обязательства, к ним относятся кредиторская задолженность, а также суды, не погашенные в срок. П2 – краткосрочные пассивы, это краткосрочные кредиты и прочие саймы. П3 – долгосрочные пассивы, к ним относятся долгосрочные кредиты и заемные средства. И П4 – постоянные пассивы, то есть собственный капитал и нераспределенная прибыль. При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставляются между собой, то есть следует сопоставить итоги приведенных групп. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия. А1 больше или равно П1, А2 больше или равно П2, А3 больше или равно П3 и А4 меньше или равно П4. Необходимым условием абсолютной ликвидности является выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так называемый балансирующий характер. Его выполнение свидетельствует о наличии на предприятии собственных оборотных средств, а также свидетельствует о соблюдении предприятием минимального условия финансовой устойчивости. Чем больше активы превышают пассивы, тем более благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности. Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву, то есть А1 и П1 отражает соотношение текущих платежей и поступлений сроком до трех месяцев. Сравнение второй группы А2 и П2 показывает тенденцию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем от трех до шести месяцев. Сопоставление третьей и четвертой групп представляет собой прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей. Итак, на основе изложенной информации можно сделать следующие выводы. Предприятие платежеспособно, если количество наиболее эффективных активов превышает число срочных обязательств. Количество быстро реализуемых активов превышает число краткосрочных пассивов. Количество медленно реализуемых активов превышает число постоянных пассивов. И количество трудно реализуемых активов меньше числа постоянных пассивов. Продолжение следует... Занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний. Внутренний анализ проводится службами предприятия и его результаты используются для планирования, прогнозирования и контроля. Его цель – это оценить способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать свои обязательства, а также находить резервы улучшения платежеспособности и исключить риск банкротства. Внутренний анализ проводится инвесторами, поставщиками, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Целью внешнего анализа является установление возможности выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери. Анализ платежеспособности и ликвидности проводится на основе абсолютных и относительных показателей. Важным показателем, характеризующим ликвидность и платежеспособность, является абсолютный показатель – это собственный оборотный капитал, который определяется как разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Предприятие имеет собственный оборотный капитал до тех пор, пока оборотные активы превышают краткосрочные обязательства. Этот показатель также называют чистыми текущими активами. В большинстве случаев основной причиной изменения величины собственного оборотного капитала является полученная организацией прибыль или убыток. Собственный оборотный капитал должен без затруднений трансформироваться в денежные средства. Если же в оборотных активах велик удельный вес медленно реализуемых активов, то это, конечно, может снижать платежеспособность предприятия. Для оценки платежеспособности используются следующие относительные показатели. Это платежеспособность общая, доля денежных средств, выручки организации, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. Теперь рассмотрим более подробно каждый из этих показателей. Платежеспособность общая определяется отношением суммы обязательств предприятия к среднемесячной выручке. Данный показатель характеризует общую ситуацию с платежеспособностью. То есть он показывает, сколько приходится выплачивать обязательств с одного тенге выручки предприятия. Следующий показатель – это доля денежных средств в выручке организации. Рассчитывается как отношение денежных средств в выручке к среднемесячному доходу. Данный показатель характеризует финансовый ресурс организации с точки зрения его ликвидности. Чем выше этот показатель, тем лучше ликвидность. Наиболее четкую характеристику платежеспособности дают относительные показатели ликвидности. Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению величины наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств. Нормальное ограничение данного показателя составляет 0,2. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса. Следующий показатель – это коэффициент критической ликвидности, или его еще по-другому называют промежуточный коэффициент покрытия. Для его расчета состав наиболее ликвидных средств включают краткосрочную дебиторскую задолженность и прочие активы, то есть быстро реализуемые активы. Этот показатель отражает прогнозируемые платежные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Нормативное его значение должно быть больше или равно единице. Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия равен отношению всех оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств. Данный коэффициент показывает платежные возможности при условии не только своевременных расчетов с дебиторами, но и в случае необходимости продажи всех материальных оборотных средств. Этот показатель является обобщающим показателем платежеспособности и его нормативное значение должно быть больше или равно двум. Если краткосрочные пассивы возрастают быстрее, чем оборотные активы, то это означает наличие у предприятия проблем с ликвидностью. В этих случаях задолженность погашается медленнее, предприятиям изыскиваются дополнительные ресурсы, а также откладываются торговые платежи. Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности также нежелателен, так как может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов. В мировой практике допускается снижение данного показателя до 1,5. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели анализ ликвидности и платежеспособности, различные коэффициенты ликвидности и платежеспособности и формулы их расчета. Предприятию необходимо оперативно отслеживать уровень своей платежеспособности, так как платежеспособность определяет финансовое состояние организации. Снижение уровня платежеспособности приводит к увеличению риска банкротства предприятия. Полученные вами знания по проведению финансовых расчетов будут необходимы будущей профессиональной деятельности при написании дипломной и магистерской работы. Спасибо за внимание.